Если вы хотите получить удивительный десерт из знакомых вам и всеми нами любимых продуктов, то всего лишь 10 минут вашего времени и вместе со мной получится супер десерт. Для десерта я взял, то бишь я купил в магазине, самый вкусный кекс с изюмом. Нужно всего лишь отрезать прям один кусок, смотрим по размеру, да и можно еще немножко, вот так. Теперь мы берем и складываем его в чашку на самое одно тоненький кусочек, а сверху выкладываем вот этот вот толстенький кусочек кекса. Все, не мудрствую лукаво, половина десерта готова. У меня есть немножко кофе, ну то есть это эспрессо, но на алкоголь. Сейчас мы добавим сюда чуть-чуть сахара, чтобы он был не такой горький. По желанию можно сюда добавить ром, коньяк, немножко бренди, в общем по вашему желанию можно превратить и модифицировать этот десерт как угодно. Теперь берем, просто наливаем на кекс кофе. Это пропитка, это пропитка для нашего кекса. У меня в чашке 3 столовые ложки рикотты. Рикотта сладкий сыр, вкусный. Сюда мне нужно добавить 1 столовую ложку сметаны. Я взял сметану погуще, для того, чтобы наш крем получился не жидким, а имел какую-то форму и стабильность. Итак, ложку сметаны и сгущенное молоко. Смотрите, берем сгущенного молока, наливаем по вкусу. Здесь, конечно, нужно ориентироваться только на свой личный вкус. Много нельзя, потому что иначе у нас крем станет слишком жидкий. Мало, тогда будет недостаточно сахара. Мы должны для себя решить, сколько должно его быть в этом креме. Мы получили крем. Пусть даже он будет немножко неоднородный, потому что рикотта мы знаем, что это сыр структурный. Можно использовать маскарпоне, можно вообще использовать крем-чиз. Но я рекомендую именно рикотту. Чуть-чуть соль обязательно для баланса вкуса. Без этого никак. Все, размешали сметану, рикотту и сгущенку. Сгущенку любит вообще каждый русский человек. Хочу вам сказать, да это же бомба! Итак, у нас здесь кекс с изюмом тот самый, софтдеповский, по ГОСТу сделанный. Дальше мы его укрываем кремом. Крема не жалейте, десерт недорогой. Поэтому просто берите и делайте. Теперь вам нужна супертерка и половина плитки шоколада. И теперь строгаем, строгаем, строгаем шоколад так, чтобы он у нас стал шапкой для нашего десерта. Просто шикарно получается. Шоколад я люблю молочный. Кто-то любит горький, кто-то любит черный. Пожалуйста, любой шоколад вы можете использовать, но с молочным реально вкуснее. Прошло менее 10 минут и альтернативный вариант термиссу готов. Приятного аппетита! Меня зовут Василий Емельяненко. Я приготовлю ваше настроение.